всем доброй ночи и так дорогие друзья перед вами алтарь вуду хочу подарить вам очень сильную работу мои шатаджири что в переводе суахили означает богатая жизнь и так о том что вуду это очень сильные работы и очень быстро действует я думаю что вам говорить не нужно поскольку я очень много дарила вам ритуала вуду они очень действенны очень сильны единственное условие если в других ритуалах можно верить можно не верить они все равно получится буду иметь такую особенность сомнений не должно быть ни секунды вообще вы просто делаете и отпускать ситуацию совершенно не думаю о том получится не получится что как воду любит когда верит я вам расскажу случай своей жизни однажды прочитав заговор на языке суахили призвав определенного духа для своей работы для решения своей проблемы мне эта проблема решилась буквально через полтора часа хотя тяжело было пробиться и не как бы в голову пришло сразу а почему бы не попробовать воду вот я сделала буду буквально за полтора часа мне позвонили сказали что в общем эта проблема решена там нужно было кое-что сделать для человека там касаемо документов и прочее прочее нюансы было очень много и как ни странно так уж получилось что человек который должен был уйти в отпуск мы думали еще месяца три надо будет ждать а он заехал по делам каким-то и тут же попросили объяснили ситуацию не глядя подписал и уехал не проверяя потому что если бы начал опять проверять достал бы а человеку нужно было очень срочно эти документы сделать от этого просто зависла его бизнес и денежные там большие суммы и прочее естественно мне поблагодарили естественно мне привезли подарки оплатили мою работу над давно было я выхожу что-то мне захотелось мороженого обычно когда теряешь очень много сил нужно дополнить вот почему мы набираем вес потому что мы очень много теряем энергии сил а потом резко нужно дополнить но и кроме того мы ведем сидящий образ жизни сидим сутками работая там с фотографиями с людьми в основном мало двигаемся но собственно и вот я вышла замороженным и у меня знаете в голову пришла такая мысль но неужели вот как бы пару слов всего лишь какой-то заговор решил эту проблему может эту проблему все таки я добила другими работами мне кажется что это воду решила или это все таки воду но как так вот долгое время никак не получалось вот вот уже должно быть и не получается опять срывается и тут просто сделала за полтора часа но ни с того ни сего человек будучи в отпуске что-то приехал забрать на работе что было просто невероятно и и вот так вот подумала оправдали именно вот этот ритуал или если же что-то другое какой-то другой фактор сыграл вы знаете мне тут же врезается в лицо прям глаз оса ужалила меня мне лицо опухло такой степени до неузнаваемости после чего я извинилась я подготовила алтарь поставила вино я просто просила прощение у тех духов которых вызвала и пообещала что если это все сойдет и все обойдется я обязательно им кое-что пожертвую поблагодарю и у меня постепенно начал спадать и утром я уже проснулась без и вот этого опухоля на лице то есть понимаете они очень живые силы они все слышат даже за мысль могут наказать поэтому если в других ритуалах можно верить можно не верить просто попробовать и она получилось хотя когда ты веришь ты открываешь двери и запускаешь эту силу воду не любят ни малейшего сомнения поэтому если проводите воду должны верить в это это самое главное условие далее вообще любой практик когда работает он просто свято верить что именно так и будет вот спросите у меня откуда я знаю вот сейчас я возьму начитаю да и у человека там головная боль пройдет вот начитаю и у человека скажем кожаная болезнь и сойдет на нет откуда я это знаю что именно так и получится я не могу вам объяснить но я уверена я верю что так будет и так случается вот именно так как я сказала и подумала то есть я уверена в том что у меня получится без веры нету магии нет работы итак друзья мои что нам нужно я вам дарила ритуалы воду они очень многим подходит и очень много людей хвалят эти работы итак вам нужна купюра желательно доллар пять долларов обязательно пять если нет доллара значит эквивалент ну то есть валюта которая вашей стране но чтобы там была пятерка пятьдесят пятьсот пять тысяч но чтобы была пятерка я работаю с долларом объясню почему потому как доллар тянет на себе всю эту мировую систему силу денежную это самый сильная да самая собственно говоря долговечная валюта пока что именно поэтому доллар вне конкуренции невзирая на то что евро стоит дороже но доллар вне конкуренции у доллара больше энергии доллар более старая купюра то есть старый номинал денежный чем евро и поэтому либо 5 долларов либо ваши денежные там единица но чтобы была пятерка пятьсот пятьдесят пять тысяч ну других по моему нету 5 там 55 до но 50 тысяч 50 тысяч на есть купюра но я не думаю что кто-то там 50 тысяч приклеит под стол и так первое что я хочу вам сказать дорогие друзья всегда держите деньги под скатертью где у вас рабочий стол где у вас столовая любой там любую купюру хоть сто рублей вот тысячи рублей пускай всегда у вас будет у вас всегда будут деньги большие маленькие но все равно у вас деньги не переведутся это раз в маленьком мешочке желательно или черный мешочек или красный мешочек храните в холодильнике мелочь у меня есть ритуал на мелочь в холодильнике но даже если вы просто будете хранить мелочь в холодильнике у вас всегда будет что поесть то есть на продукты на жизнь всегда будут деньги вот такие маленькие хитрости древ из издревле приходящие вот стоит как бы на это обратить внимание под скатертью холодильнике оставляйте мелкие большие деньги в карманах карманах шуб пальто ну одежда верхняя потому что это тоже притягивают деньги на последние деньги никогда ничего не покупайте некоторые говорят вот завтра буду голодать плевать вот лишь бы вот сейчас я хочу купить вот это вот и реально завтра будете голодать на последние деньги не покупайте никогда ничего то есть вот до такой степени что прям все со всех счетов оттуда все это вытаскивать деньги очень долго к вам не будут приходить не давайте в долг вечером не давайте в долг человек который неприятен вам вот он говорит вот очень нужно там что-то хочу купить ты можешь сказать вот не обижайся давай и завтра я приеду с тобой ты мне пока что ты хочешь я тебе куплю отдам потом ты мне вернешь деньги но деньги я не отдам вот у меня такое правило я не отдаю деньги потом деньги долго не приходят вот так и скажите или скажите что вы сделали какой-то ритуал и 7 лет вы не имеете права никому отдать в долг что-нибудь такое сочиняйте пускай там ложь во спасении потому что когда вы отдаете деньги неприятному человеку человеку который вас вызывает неприятные эмоции но он настолько просит вам неудобно деньги обидеться деньги имеют свойства денежная сила обижаться на человека и долго не не будет восстанавливаться вспомните бывали моменты когда у вас человек брал в долг и возвращал этот долг но вас очень долго не было денег вы не могли понять в чем дело что происходит ну вот нету и не приходит и так воду богатая жизнь вам нужна красная свеча вы можете использовать эту свечу и других ритуалах в принципе у меня алтари всегда уникальный красивый поэтому вам столько всего не нужно но если есть у вас африканские статуэтки если вам хочется нравится я вам еще раз говорю что для сил очень важны ритуалы казалось бы зачем они нужны если вы хотите долговечные работы чтобы надолго открывалась дорога денежная вы должны проводить ритуалы вот любят духи ритуал они считают ритуалы как чествия как уважение к ним насыщаются энергии ритуалов и дают долговечную удачу им это требуется не просто так выдуманные придуманы ритуалы издревле религиозные ритуалы да праздничные ритуалы национальные этнические ритуалы и ритуалы магии и так далее ритуалы дают определенную энергию и призывают определенные силы вы каким-то образом как вам объяснить вы как бросить их оттуда к себе такими вот ритуальными действиями вам красная свеча нужна камни можете хоть камни взять просто камни можете на улице подобрать ну камни настоящие не бетон не все такое можете речные камни подобрать можете морские можете вот такие вот их называют полудрагоценные не согласна когда-то они были прям драгоценные очень редкие вот эти камни это сейчас месторождение открыли больше поэтому это считается так себе но из каждого этого камня может можно сделать очень красиво украшение одним словом камни каменная сила здесь важно купюра уже объяснила какую взять красная свеча читайте шесть раз да еще мед много меда вот так чуть-чуть чтобы приклеить купюру начитывайте шесть раз потом мажете мед на купюру и лицевой стороной то есть лицевой стороной кверху до чтобы она была видна вот так вот приклеивайте под рабочий стол именно под рабочий стол там где вы работаете в основном сидите пишите и прочее прочее то есть там где ваша работа где ваш доход и у вас всегда будут деньги не отрывайте эту купюру если она сама отпадет значит повторите просто был такой случай в моей практике когда женщине я объясняла как что делать и она провела с этим медом она занималась ремонтами и у нее столько заказов пошло что просто невероятно кстати вы можете это провести потом забрать эту купюру на работу к себе намазать медом и приклеить под рабочий стол вот такое тоже возможно может вы маникюром занимаетесь может быть не знаю купи-продай у вас офисе так далее вы можете дома провести ритуал а купюру просто забрать и на рабочий стол на следующий день приклеить это вера возможно некоторые спрашивают а можно ли несколько раз там и дома и там можно но каждый раз нужно будет новая купюра соответствующая значит алтарь вуду начитать и прикрепить за других вы не можете делать и не имеете права вы не можете у сына делать у дочери объясните им пусть они сами делают если они совершеннолетние люди они должны сами это делать и так вот женщина занималась ремонтами из украины они там с мужем здесь работали и она в общем пришла и у нее там не было каких-то заказов не было так далее я объяснила как что надо делать объяснила как надо заговорить все это мы после моих работ сказала чтобы она усилила это все дело она пошла домой сделала приклеили и и у нее пошли заказы вот они полгода просто катались как сыр в масле все удивлялись что вот просто заказы заказы сыпались пока в один прекрасный день и и дурак муж пяном угаре не оторвал эти деньги и не пошел купить сигарету и после этого все остановилось потом она снова пришла я снова провела он второй раз это сделал через месяца два что ли я бы знаете что вот за вас я не хочу получать от духов по шапке идите-ка вы подальше вот как хотите так и живите раз у вас мозгов нету вот у него деньги закончились и он решил взял оторвал и но если ты знаешь что это тебе дает доход это что за неуважение к силам вот такого конечно быть не должно но если ребенок оторвал или там случайно упал ну в общем что-то случилось ничего страшного купюру отложите что делать с подобной купюры некоторые спрашивают нот порванные там вот после ритуалов да уже загрязненной медом и так далее унесите под дерево оставьте просто положите где-нибудь и оставьте все ничего не будет с тем человеком кто подберет но по крайней мере уберите уберите подобную купюру из дома все сжигать нельзя вы обидите денежную силу просто вы выносите поскольку она потеряла свою силу и обязательно повторять если вы не будете повторять тогда не выносите потому что вы это выносите и вы должны повторить усилить то есть эту энергию снова набрать и дома оставить и так поехали заговор то есть заговор на суахили и мешка не туда ударе не поставил и вам нужно будет подождать несколько дней пока я на наберет у нее сейчас много дел новая книга скоро выходит поэтому она пока книгами занята но на днях она обязательно берет она набирает за короткое время и выставляет и попрошу внизу миллион раз не писать а где заговор а чё заговор на днях выставила чтобы дело сладилось и внизу одна хрюндель написала а чё не могла заговор что ли поставить тоже конечно я выкинула ее в черный список я довую черный список тех людей которые пишут а я сделаю из напишу получилось или нет все человек который усомнился в этой работе у него никогда ничего не получится не потому что сомнение сомнение это нормально но человек который вот так вот считает вот напишу если получится это человек уже не уважать эти силы поэтому эти силы этому человеку ну может помогут но мне такой зритель не нужен который вот так вот по колхозному относится как потребительский к этим силам я сделаю если чё напишу все дорогие друзья теперь заговор берете купюру в руки и начитывайте 6 раз на пи губы я фатха вута песса кванчу вута утаджири ндани я нюмба я анджу лала гизани на пига песса хапа кутока кушини кутока макхариби кутока касказини кутока масшарики нджоу песса нджоу утаджири нджоу тхахабу нджоу утаджири ва улимвенджу нгуву я фатха вута песса кванчу вута утаджири ндани я нюмба я анджу лала гизани на пига песса хапа кутока кушини кутока макхариби кутока касказини кутока масшарики нджоу песса нджоу утаджири нджоу тхахабу нджоу утаджири ва улимвенджу нгуву я фатха вута песса кванчу вута утаджири ндани я нюмба я анджу лала гизани на пига песса хапа кутока кушини макхариби кутока касказина кутока маширики нджоу песса нджоу утаджири нджоу тхахабу нджоу утаджири ва улимвенджу на ивэхивио я надеюсь не нужно напоминать что я составляю поскольку я знаю магический язык суахили не именно суахили а язык магии те термины которые нужны для составления заговоров на суахили нгуву я фатха пута песса кванчу пута утаджири нгадани я анумба я анджу лала гизани на пига песса хапа куток кушини куток к макхариби куток к касказини куток к машарики нджоу песса нджоу утаджири нджоу тхахабу нджоу утаджири ва улимвенджу нджоу утаджири нджоу утаджири нджоу утаджири нджоу утаджири нджоу утаджири ва улимвенджу нгуву я фатха пута песса кванчу пута утаджири ндани я нюмба я анджу лала гизани на пига песса хапа куток кушини куток к макхарибу куток к касказини куток к машарики нджоу песса нджоу утаджири нджоу тхахабу нджоу утаджири ва улимвенджу на ивэхивио кажется 6 раз прочитали после того как прочитали поворачиваем на эту сторону берем мед вот и вот нужно помазать медом вот так помазать медом прям хорошо ничем нельзя крепить никакими там изолентами все таки мед мед будет держать просто мед должен быть густой и настоящий естественно тогда все будет хорошо ой извиняюсь еще не можем вот и нужно прикрепить вот стол прям вот внизу где вы работаете не важен там в центр стала край стала как удобно и так руками проведите чтобы приклеилась как следует я вас уверяю вас всегда будут деньги малые большие для больших денег нужно более такие ритуалы именно имею ввиду что постоянно но но этот ритуал приведет обязательно достаток и деньги будут все время у меня такой ритуал уже есть но еще один вам не помешает то есть наподобие этого такой же такой же силы ритуал и так друзья мои все закрепили под столом прям там же и он будет держаться очень долго и может быть пока этот стол будет существовать потому что мед имеет такую особенность прям приклеивать если не оторвать что сделать купюры если вдруг что случится я вам уже объяснила мне кажется я вам все объяснила и сказала желаю вам достатка в дом и проведите чем больше и чем более разные вы будете проводить работы тем больше шансов что или все эти ритуалы будут работать у вас или несколько из них обязательно вы попадете в точку и они сработают всем удачи и всех благ